Гидфон на связи! Сегодня вы будете довольны, ведь я расскажу вам про новую, бесплатную игру в трендовом жанре — Teamfight Tactics. Только давайте не нужно сейчас про вторичность, ведь я знаю про Dota Underlords. Но мне равнодушна игра от Valve, потому я с большим удовольствием расскажу вам про TFT, чтобы ворваться в тренд аутобаттлеров. Что это такое, спросите вы? Это новый жанр, и все, кто следит за игропромом, уже наверняка поняли, о чем игра. Но если вы не из таких, то вам я расскажу подробней. Суть игры — собрать себе команду бойцов и расставить их на боевом поле так, чтобы у противника не было шансов на победу. Звучит просто, и в какой-то момент может показаться, что игра, играющая сама в себя, не может по сложности превзойти тамагочи, но реальность оказывается суровей. В ТФТ есть немного от стратеги, немного от ККИ и щепоточка от русского лото. В целом получается коктейль под девизом «начать играть просто», а достигнуть вершин и постоянно побеждать — сложно. Убедиться в этом можно, просто узнав основные механики игры. А начнем мы с персонажей. У каждого героя тут есть определенная роль и происхождение. А собрав в команде несколько разных персонажей одной роли или происхождения, можно получить боевой бонус, который в итоге может решить судьбу всего сражения. К примеру, команде элементалистов на помощь в каждом бою приходит большой голем, команда убийц наносит увеличенный критический урон, а команда оледенелых будет периодически подмораживать противников. Бонусы получаются разнообразные. Причем ролей в игре на данный момент 10, а происхождений 13. Дополните это тем, что у каждого из 50 персонажей особое умение, способное перевернуть ход битвы, и тогда вы получите поражающее разнообразие. А ведь игра находится на бета-тесте, а это значит, что дальше персонажей будет только больше. Кроме разнообразия персонажей, углубляет геймплей механика развития героев. Для повышения уровня вам необходимо закупить больше карточек одного героя. Три бронзовых персонажа превратятся в одно серебро, а три серебра в золото. С каждым таким повышением у героев будет расти как запас здоровья, так и сила атак. Из-за этой прокачки встретить одинаковые команды практически невозможно даже на начальных этапах. Кроме того, стоит понимать, что в игре есть механика эпичности персонажей. В начале раунда в магазине вам будут попадаться только лишь обычные слабые серые персонажи. Но чем дольше идет партия, тем более эпичные и сильные персонажи попадают на доску. Редкие зеленые, эпичные синие и фиолетовые, и самые крутые золотые легенды. Во время боя важно не забывать подмечать особо сильных персонажей и возможно даже заменять своих ветеранов, потому как правило эпичные герои сильнее не прокачанных обычных по качеству. Также есть механика предметов. Каждый предмет дает конкретные бонусы, а всего таких предметов восемь. Но их сочетание создает совершенно новые артефакты, потому вот вам картинка, которая и позволит вам понять глубину механики предметов. Добавьте это разнообразие крафта к разнообразию героев и тогда вы поймете, что вам при всем желании скорее всего не получится сыграть два одинаковых боя в этой игре. При всем при этом на своем опыте могу сказать, что в любом бою может помочь выиграть любой из этих трех важных элементов. Неожиданный персонаж на поле, неожиданная прокачка или взятый предмет. И вуаля! Ситуация в бою меняется кардинально, а в пример я приведу вот это сражение, где я победил с единицей хитпоинта. Да, за шаг до поражения я вырвал победу у лидера. Такие моменты бодрят. Тут я плавно перейду к второстепенной фигуре сражения. Маленькая легенда, это ваш аватар. У него есть две роли. Первое это то, что именно он получает по лицу каждый раз, когда вы проигрываете. Ну а как только у него заканчивается хп, вы выбываете из битвы. Вторая роль раскрывается в драфте. Забегая вперед, отмечу, что это очень крутая механика, ведь она помогает воскресить веру в победу даже после серии печальных проигранных раундов. Дело в том, что во время драфта по кругу бегают разные персонажи по эпичности, при этом еще и с разными предметами. А игрокам по очереди дают возможность выбрать себе одного из хоровода. Важность этого этапа заключена в том, что проигрывающие игроки делают выбор раньше потенциальных победителей. Потому самые сильные предметы и герои могут просто-напросто уйти аутсайдерам, в итоге подарив им победу, если аутсайдер сделает взвешенный правильный выбор. Ну а навоследок расскажу вам про важные, связанные между собой механики, магазин, скамейка запасных и золото. Во-первых, золото. За этот ресурс вы можете обновить ассортимент персонажей или поднять уровень маленькой легенды. Первое – это барабан с рандомными бочонками, крутить которые можно пока не кончатся деньги. А вот уровень аватара соответствует количеству мест персонажей на доске. Да еще и благодаря прокачке маленькой легенды чаще попадаются эпичные герои в этом самом барабане рандома. В итоге от правильного управления валютой зависит очень многое. Вы можете либо быстро слить золото на новых героев и получить сильный старт, или выждать и подкопить золото, получая дополнительные золотые в итоге, которые вы отправите на прокачку героя или покупку эпичных персонажей. Как будет лучше, вам не скажет никто, потому как от рандома, магазина и вашей внимательности тоже зависит очень многое. Как роляет ваша внимательность? Ну тут все просто. Порой игра будто нарочно не хочет давать вам любимых персонажей для выведения их в серебро и тем более в золото. Но при этом очень часто подкидывает других персонажей. Из-за ограниченного места на скаймейке запасных вы не можете брать всех, а забивая долго на знаки рандома, может получиться в итоге, что вы проиграете, не выведя ни одного персонажа в золото. Потому вам вот такой вот совет. Не держите сразу персонажей на две-три тактики, лучше следите за предложениями и старайтесь менять персонажей, которые просто не прут в этой партии. Ну а напоследок пару слов о том, что наверняка интересует моих подписчиков больше всего. Как роляет тут донат? И нет ли риска, что ваш прям контент возьмут и понерфят, из-за чего захочется обложить студию разработки чем-нибудь нецензурным? И к моей радости сообщу вам, что этого риска тут нет. За бабло продают только визуал. Так что хоть игра и находится на этапе теста, и сейчас можно указать на некоторые проблемы баланса, но я все равно почему-то уверен в том, что все это починят. Ведь тут разрабы нацелены именно на улучшение игрового процесса и на повышение качества игры. Потому я планирую задержаться тут подольше. А если тебе интересные видео по ТФТ, обязательно жми лайк и подпишись. Тогда есть очень большой шанс, что видео по этой игре будут выходить чаще. А на этом все. Будьте здоровы и до связи. Пока-пока.